И проблема, которая в любой момент может перерасти в экологическую катастрофу. Буквально несколько дней назад ОБСЕ отказалась разбираться в ситуации в районе Донецкого завода химических изделий. Украина об этом настойчиво просила. Но в организации сказали, станет небезопасно, просто отзовут своих наблюдателей. Ну, что ж может быть там небезопасного? Вот поясню, в чем проблема. Давайте прямо сейчас на карту посмотрим. Вот тут, вблизи Донецка, расположено захоронение радиоактивных отходов. Вот эта территория, которая сейчас будет, да, она красным помечена. Случилось так, что линия разграничения сейчас делит могильник практически пополам. С одной стороны блокпост, с другой стороны блокпост, уже украинский. А посередине в зоне обстрела ядерный могильник, который остался еще с советских времен. И без того он уже много лет в аварийном состоянии. Стены рушатся, а теперь только за последнее время тут три раза разрывались снаряды. Опасность реально подтвердил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Радиоактивное пятно может весь Донбасс накрыть и дальше распространиться по территории страны, сказали нам экологи. Но что там сейчас происходит и насколько велика опасность, вопрос открытый. И вот наша съемочная группа первая и единственная, кто проник на когда-то секретный объект. Примерно так думают и специалисты-ядерщики, которые знают, что скрывается под Донецким химзаводом. За время конфликта это уже третий взрыв на территории предприятия. От центра Донецка до хранилища ядерных отходов по прямой 10 километров. Поврежден саркофаг или нет, не может сказать никто. Мы первая и единственная съемочная группа, которая рискнет это проверить. Завод на самой линии фронта. Если такая зона обнаружена, надо попытаться определить ее границы. Это раз. Второе, сразу не допускаются туда люди, в эту зону. Ставятся в известные санитарные органы, МЧС, милиция и служба безопасности. За окном автомобиля миллионный город. Но в любую секунду Донецк может превратиться в Чернобыль. Там захоронения всякие. Это с Чернобыля привозили в 86-м году. И мы туда не ходили, ни грибы не собирали, ничего. А если это они взорвут, то я не знаю, мы здесь и отравимся. Все подохнем. Поселок Грабари. Отсюда до саркофага с ядерными отходами 3 километра. Идем пешком через лесопосадку. Машина может привлечь ненужное внимание. Мы в серой зоне. И нас, возможно, видят в несколько прицелов. Вот где-то вот там, вот, линия фронта. Опасаться нужно не только радиации, но и мин с растяжками. Зона заражения, я не могу сказать. Все зависит от того, сколько там находится, чего находится. От вот этого будет уже зависеть. А зону поражения точно определить нельзя. Это надо делать замеры, смотреть. Донецкий химзавод стратегического назначения. В советское время здесь была своя военная и пожарная части. Никаких посторонних людей, вход только по специальным пропускам. Ведь все понимали, что работают с очень опасными веществами. Видно, что люди бежали отсюда в спешке. Артиллерийские дуэли не прекращаются до сих пор. Ну, здесь вот 9 микронен в час. 9, ну, колеблется. До хранилища рукой подать. Уровень радиации вырос. Сейчас он показывает нам 13-15 микронен в час. Здесь никаких? Здесь чисто. Утечки нет, но это пока. Хранилище ядерных отходов находится под постоянным перекрестным огнем. Случайное попадание и катастрофа.